Здравствуйте, с вами снова канал Школа Таро Альвиен и сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на метафорических картах на такую тему какие эмоции вы сегодня вызываете у загаданного человека у нас с вами будет 6 позиций по одной карте, которые мы, естественно, будем докладывать пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады цены у меня довольно демократичные запись идет не на месяцы вперед сейчас идет запись на 22-23 января поэтому спешите, пишите мне в вайбер, ватсап, личные сообщения вконтакте также в директ инстаграм я обязательно отвечу сообщу все свои условия консультации и цены и мы с вами обязательно поработаем также приглашаю вас в свою группу вконтакте диагностика сканирования целителями там есть все для развития экстрасенсорных способностей и приглашаю вас в инстаграм там каждый день есть новые онлайн-гадания заказывайте у меня свечные ритуалы которые вы можете провести самостоятельно это приворот разжигания страсти и денежный ритуал и вот свеча из денежного ритуала как раз на примере здесь стоит открывают вам денежные каналы пока вы смотрите это видео так что польза отовсюду идет заказывайте талисманчики заряжаю на вашу цель из разного камня ну большей частью заказывают янтарь конечно у меня и сейчас как раз такое время когда очень хорошо идут ритуалы поэтому обязательно заказывайте ритуалы те которые вам нужны для того чтобы улучшить вашу жизнь это ритуалы гармонизации отношений это ритуалы на здоровье на похудение ритуалы которые сейчас хорошо я провожу это на финансовую стабильность или на улучшение финансового положения также есть ритуал на то чтобы привлекать свою вторую половинку в свою жизнь то есть какие-то кармические наработки вам не дают этого делать и мы открываем это с вами прочистка родовых каналов от луны мои ритуалы совершенно не зависят поэтому обращайтесь также если вы через меня закажете консультацию по татахилингу у другого специалиста то у вас будет скидка 50% на эту консультацию что дает татахилинг это коррекция отношений улучшение самооценки гармонизация материального состояния устранение навязчивых страхов удаление блокирующих гармонию в отношениях проклятий, клятв, обетов коррекция родовой кармы и многое другое так что обращайтесь итак перед вами 6 позиций по одной карте какие эмоции вы сегодня вызываете у загаданного человека и начнем для тех кто первую позицию выбрал тут очень приятные эмоции эмоции страсти, любви человек буквально грезит вы вызываете в нем такие, знаете, муки желания я бы это так назвала когда он ну буквально там восхищается вашим телом вашей какой-то красотой его тянет к вам в физическом смысле очень сильно и это с таким все не то что, знаете, огнем, да а больше именно как с наслаждением с каким-то то есть человек данный он понимает что вы вызываете в нем вот именно очень приятные чувства то есть когда он, допустим, с вами занимается сексом или воображает с вами секс то это одно удовольствие это не какая-то там страсть бурная когда человеку внутри себя тяжело там больно или еще что-то а именно ну там или зависимость а именно такое, знаете, очень приятное ощущение когда он о вас думает то сразу так расслабляется ему так хорошо встает вот наряду с этим я вытащила карту мусор да и значит человек чувствует и вину какую-то перед вами то есть может быть было в прошлом такое что он ну делал какие-то непотребные вещи в ваш адрес да что-то там провинялся перед вами и понимает что может быть ему нужно реабилитироваться в будущем или там восстанавливать отношения стараться для этого или извиняться придется допустим но вот такое есть и уверенность у него такая что вы как бы его и простите что ваши отношения будут продолжаться вот тут понимаете тут идет в любом случае то есть неважно да вместе вы не вместе человек как бы надеется на продолжение на то что у вас все будет хорошо что вы вызываете это в нем самые положительные эмоции такие приятные а вот эта карта это он как в себе что-то чувствует неправильное ну вот как будто что-то натворил надел провинился что еще могу тут сказать то что любовь к вам есть у этого человека то есть не только вы прям сексуальное желание вызываете не надо так думать тут солнце выпало солнце все равно даже даже сама бы клубничка означала любовь а солнце с клубничкой это действительно любовь это уже такая и платоническая и подсознательная привязанность идет то есть не обязательно что вы там только у него желание секса вызываете не надо об этом думать но просто мужчина когда вот любит девушку женщину да там думает они естественно у него возникают такие приятные чувства реабилитироваться хочет перед вами и вместе вы не вместе еще раз повторю есть этот момент вот как знаете как ну человек что-то неприятное сделал ну думаю что он реабилитируется как-то перед вами будет восстанавливать отношения или улучшать отношения даже если вы их не разрывали там ну не было никаких проблем как кажется да то в чем-то какую-то вину он свое все равно загладит может говорил какие-нибудь просто нехорошие вещи или там уходил с друзьями например куда-то гулять а вы оставались или еще что-то но это все будет выяснено потому что свет идет и естественно прояснение человек хочет этой ситуации вот такая позиция номер один самые приятные эмоции вы вызываете вторая позиция какие эмоции вы сегодня вызываете у загаданного человека мятая бумага ну тут осознание идет что человек сделал вам что-то нехорошее и как не пытайся бумагу теперь помятую разгладить она же не разгладится а хотелось бы хотелось бы чтобы она стала абсолютно чистая и гладкая чтобы прошлое какое-то ушло избавиться хочет от прошлого и понимает что это будто бы сейчас нереально вот знаете ну в любом случае здесь приятные эмоции по отношению к вам идут ровные такие чистые человек старается прийти в равновесие в ваших отношениях и привести в это равновесие вас бумажку хочет разгладить да вот даже смотрите идет замена если бы не бумага была а песок песок же реально разгладить сделать идеально гладким да а бумагу нет то что помято уже невозможно расправить даже можно утюгом гладить заминки все равно останутся то есть в душу уже наплевано да так скажем и он понимает что вот где-то сидит оно у вас даже если вот общаетесь сейчас хорошо приятно то все равно человек чувствует что где-то внутри вас сидит обида некоторая и хотелось бы ему чтобы этой обиды никогда вообще не было в вас он считает что с вами у него связаны такие теплые чувства вот именно тепло тут точно есть что еще хочу сказать то что если вы вообще не видели негатива от этого человека в отношениях то есть ну допустим там новый знакомый с которым светлые отношения который не провинялся да то он видит у вас психологические травмы прошлого от прошлых отношений которые очень хотел бы разгладить то есть хотел бы вас исцелить излечить избавить от каких-то может быть психологических травм комплексов страхов хотел бы чтобы вот ваша жизнь ровная стала приятная вообще вот это дерево которое сфотографировано когда смотришь на него вот так вот снизу вверх летом солнечный день согласитесь такое умиротворение наступает в душе когда смотришь на него человек сам в принципе такой вот сейчас спокойный и очень хотел бы спокойствие вам ну то есть чтобы вот у вас вот это ощущение теплое появилось когда бы вот поймали вот такое же чувство как смотришь на дерево вверх в солнечный летний день вот песок же здесь как пояснение больше означает именно какое-то тепло и уравновешенность не сухость именно уравновешенность человеку хотелось бы гармонии между вами может он ее даже чувствует но понимает что вот еще что-то не идеально не до конца такая позиция номер два здесь человек-то такой какой-то мудрый спокойный умеет как-то знаете так держать себя в руках что ли в жизни умный человек третья позиция какие эмоции вы сегодня вызываете у загаданного человека если загадали человека незнакомого то как будто бы вы для него чистый лист который ну знаете как книгу только предстоит открыть перед вами обложка если загадали человека с которым у вас уже есть были отношения то тут момент чистого листа говорит о том что даже поясняем вышли лепестки и трава что человек хотел бы начать заново начать с чистого листа возобновить отношения причем это даже не реабилитация это именно заново по-другому иначе не так как было в другом формате все что угодно связано с этим и если вы сейчас вместе все поменять поменять совсем по-другому сделать не так как было раньше лепестки и трава они здесь означают что у человека есть к вам чувство любовь привязанность нежность именно нежность такая страстность желание любить желание быть любимым желание создавать вокруг вас что-то хорошее светлое чистое новое приятное представьте что вы упали летом в такую зеленую траву и лежите смотрите на небо и она такая знаете немного прохладная но очень комфортное чувство когда лежишь в этой траве то же самое с лепестками представьте что вы стоите ногами на огромной куче лепестков рост это нежное такое чувство вот такое чувство ощущение в загадном человеке по отношению к вам то есть вы ему как будто бы в жизни дарите некоторое чувство комфорта расслабленности надежности когда не хочешь ни о чем думать плохом может быть с вами связан вот чистый лист с вами связан начало чего-то нового в его жизни какого-то другого этапа когда он покинул какие-то может быть тяжелые отношения или покидает покидает свою прошлую жизнь и вот с вами как все по новой вместе с чистого листа хочу начать да и вот у меня теперь все будет хорошо а о плохом вообще нет мыслей вы знаете как негатива по отношению к вам как будто вообще нет и относительно вас к себе нет негатива вот это тоже занимательно здесь по третьей позиции умеет наверное отпускать прошлое что связанное с вами если да вот как проиграется плохое что связано с другими отношениями вот отстегивать умеет человек какие-то плохие моменты от себя такая позиция номер три какие эмоции какие вы монетки интересные эмоции всегда связаны с монетками да это во-первых нет никакой меркантильности не подумайте но тут идет именно физический аспект во-первых это может быть страсть такая как больше нет платонических чувств а больше именно страстные чувства привязанность к телу привязанность к нижним чакрам у человека когда сладострасти идет получение удовольствия через другого человека то есть центр удовольствия завязан на вас у человека может быть даже такое что вы ему делаете массаж часто да или даже если иногда то вот как-то разбаловали допустим он приходит к вам домой у вас дома тепло светло хорошо прибрано вы ему даете чистые полотенца он ложится в приятную чистую постель выглаженное постельное белье представьте эту ситуацию вы его кормите он кушает вы за ним все убираете вы за ним там ванну моете ну вот не надо ему ничего делать вот бывает такое у мужчины ощущение к женщине что не то что он ей пользуется а то что он попадает рядом с ней в такой очень приятный комфорт какой-то и на это привязан на центр удовольствия привязан то есть не обязательно это секс также если человек вам должен то деньги тут тоже не зря выпали да что связь по деньгам идет именно напрямую то есть я должен например я или я содержу эту женщину тоже такое может быть вот видите пазлы выпали и молния то есть у человека иногда вызываете бурные чувства совершенно и он еще вас не может разгадать то есть да чувство вот этого комфорта с вами связано приятности какой-то с другой стороны не всегда у вас так то есть иногда вы ему может или мозг выносите допустим или ревнуете да или не все не во всем вы в характер расходитесь и человек это отмечает про себя что ну как мне с ней хорошо что я вот могу вот прийти она мне все да или там сексом с ней занимаюсь прям на улет а с другой стороны вот ну как она меня иногда бесит вот пазлы и говорят о том что еще человек не решил насколько вот эти отношения крепкие насколько нужны гармоничные и еще такой момент здесь что в вас какая-то сидит вот эта загадка которую хочется разгадать и которая еще не разгадана этим человеком его это будоражит несколько с одной стороны бесит с другой стороны он понимает что если не докопается то уже спортивный интерес да ну как же я буду жить такая позиция номер четыре интересная позиция интересные отношения я бы это так сказала пятая позиция какие эмоции вы сегодня вызываете у загаданного человека несколько такое чувство потерянности потерянности самообвинения обичевания грусть тоска печаль есть по отношению к вам с одной стороны любит или очень сильно романтически привязан считает что выда моего сердца да а с другой стороны есть момент какой-то нехороший между вами и у человека буквально вот раздирает внутри от какой-то тоски от какого-то как самообвинения может быть подсознательного даже или вот знаете как чувство потерянности есть может быть даже его вы оставили или он вас потерял вот такой вот то есть я потерял даму сердца да мечты идут что восстановятся отношения если вы вместе сейчас то что-то скрыто идет неприятное что с вами связано как будто бы были моменты когда человек был виноват и не не выяснен разговор да не выясненная тема не проработана между вами такая позиция номер пять но однако здесь есть явно чувство вы знаете вот с одной стороны самообвинение да вот это тоска с другой стороны человек чувствует что вы были бы хорошей парой допустим вместе были бы романтическая увлеченность здесь есть влюбленность любовь так шестая позиция какие эмоции вы сегодня вызываете у загаданного человека ну здесь хорошие такие эмоции с одной стороны да с другой явная привязанность судьбоносная такая человек считает что вы и есть его идеальная пара то есть вы его половинка что ли вот так страсть есть может быть и ссоры есть и конфликты и гнев иногда бурные какие-то да эмоции с одной стороны вы может быть женщина-лидер по натуре да которую так просто вот в оборот не возьмешь а с другой стороны большая идет привязанность вот такая мне нужна вот такую я хочу хочу быть с ней хочу меняться ради нее взять себя под контроль хочу стать более уравновешенным более другим ради этой женщины если ссорились хочу помириться восстановить отношения хочу быть рядом хочу чтобы у нас гармонизировались отношения чтобы мы не ссорились чтобы не было конфликтов чтобы у нас было сходство характеров потому что чувствую что это моя вторая половинка чувствует знаете как кармическая недоработка такая когда люди очень сильно подходят друг к другу сочетаются чувствуют друг друга на расстоянии но при этом когда они вместе бывают раз и возникает конфликт чуть ли не на пустом месте и это и есть кармическая недоработка что выяснилась ли бы проблема из прошлых жизней которая вас объединяет и все стало идеально нормально все было бы супер также кармой вы можете связаны с другими людьми то есть треугольники четырехугольники люди прекрасно друг к другу относятся встретили друг друга по судьбе как две половинки а кто-то вмешивается и надо прорабатывать вот этот момент не первую жизнь вместе и не вторую и хотелось бы конечно этому человеку чтобы ничего вас не разделяло а проблемы то идут и идут вот такая позиция номер шесть думаю что здесь действия будут все равно от партнера какие-то такие кардинальные такие у нас были шесть позиции всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации по ясновидению и на ритуалы обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик чтобы все мои видео выходили сразу же у вас всем пока